Ну вот, после разговора об Арсении Несмелове, будет неудивительно, что мы заговорим об Евгении Витковском, потому что те, кто был у нас вот 5 июня на программе «Век русской эмиграции», слышали выступление Евгения Владимировича, и вообще-то я вам много уже говорила о том, что Евгений Владимирович – это великий собиратель наследия русского зарубежья. Собиратель, хранитель, издатель, вот такой пестователь этого огромного наследия, огромного материка. Сегодня Евгений Владимирович у нас в гостях. Спасибо вам огромное, Евгений Владимирович, что вы пришли сегодня. Сегодня здесь и супруга Евгения Владимировича, и его два сына, что очень приятно, особенно приятно. Сегодня я хочу представить Евгения Владимировича, ну, насколько это, так сказать, я могу сделать, просто вот спеть песни, те, которые у меня есть, на стихи Витковского, но на стихи его собственной стихи и на его переводы. Я вам тоже уже не раз говорила, что вот Евгений Владимирович не только собиратель и хранитель, он еще и поэт, он еще и, на самом деле, прозаик, но еще, кроме всего этого, он великолепный, замечательный, совершенно феерический переводчик. На самом деле, вот что просто это, честно вам скажу, редко встречается вот такое качество перевода, вот такие совершенно вот, совершенно совершенные стихи. Конечно, переводы – это отдельность. Ну, так, я про переводы рано заговорила, я сначала спою стихи Евгения Владимировича собственные, а потом будут переводы. Вечности мы ничего не докажем, но и теперь, как в далеком году, В воздухе сумрачном над Эрмитажем Кружатся тени в каретном ряду. Помнят газоны и стены до ныне Времени преженего шумный базар Здесь выступавшего горе-будины, Здесь выступавшую Сару Бернар. Здесь возникает немало опросов, Ибо мерещится всякая дичь То ли Рахманинов, то ли Утесов, То ли и вовсе Владимир Ильич. Тянутся в прошлое тайные тропки, Музыку слушая, припоминай. Волны Амура, Маньчжурские сапки, Синий флотачек и синий дунай. Кружатся листья и кружатся ветки, Кружатся стопы и мертвых богов, Кружатся рыцари русской рулетки, Кружатся девять подземных кругов. Польза нисколько в стороне тщетном Сдвинуть столетия черный обвал. Чем называть тех, кто был на каретном, Проще назвать тех, кто здесь и небывалым. Но от всего остаются обломки, Рушится временем хрупкая связь. В память чужую куда-то в потемке Сад уплывает, как птица, кружась. Встретимся, может быть, в мире соседнем, Поезд уходит и кажется наш. Но на прощание в альсе последнем Кружится, кружится садер-митаж. Но на прощание в альсе последнем Кружится, 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 Кружится садер-митаж. Браво, Игорь Бенгалевич! Блеск! Блестящий стих! Вот сейчас пою новую песню. Я ее назвала «Приметы». Тот, чье вечное место за правым плечом, Кто сияет полгневным лучом, Тот, запомнив всегда, пребывает с тобой Озабочен твоей судьбой. Оттого же, чье место за левым плечом, Кто внушает, что он ни при чем. Оттого зачурайся ноченою порой, Чугунок поплотнее накрой. Перед свиньями бисерок нютни мечи, Не клади возле ложки ключи. В новый дом петуха непременно купи, Головою на запад не спи. Не отведавший кашу, хвалить погоди, И подушку на стол не клади. И не дай наклониться горящей свече, И не думай о левом плече. Все дурное, что скоплено, бросить из воль В новолунии в красную соль. Перед тем, как проститься, Постой у двери, Как молитву затем повтори. Перед тем, как проститься, Постой у двери, Как молитву затем повтори. Я с пути не вернусь И жука не убью, Опасаясь за душу свою. На поминках устроюсь Поближе к огню, Да и белку с дороги сгню. Пусть однажды затихнет Знакомый мотив, Каркнет ворон беду возвестив, Но за правое дело, За правым плечом Станет ангел с горящим мечом. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Но за правое дело, За правым плечом Станет ангел с горящим мечом. Так. Ну и вот. Ещё одно стихотворение «Семь удивительных нот». То ли вздремнуть ищет, то ли пора, Глянуть зашла ли звезда. Ночь отлетает, как дым от косты, Кто её знает куда. Знать бы теперь, высока ли цена, Где ты, флейтист, крысолов. Городу Гамельну очень нужна Старая песня без слов. Городу Гамельну очень нужна Старая песня без слов. Ла-ла-ла-ла... Время прощения давних обид, Время прощания в ночи. Молча смотри на поток персид И ничего не шепчет. Веки прищурь и проверь глазомер, И тишиной опыней. Помни, услышится музыка сфер, Если ты помнишь о ней. Помни, услышится музыка сфер, Если ты помнишь о ней. Завтра всё то же, что было вчера, Жизнь избегает длин нот. Только звучат из колодца двора Семь удивительных нот. Только звучат из колодца двора Семь удивительных нот. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо, Евгений Владимирович. Ну, а вот сейчас речь пойдёт о переводах как раз. Вот я хочу сразу начать с перевода Рильки. Я должна сказать, что Рильки очень известный человек, Поэтому из всего корпуса, скажем так, Переводимых Евгением Владимировичем поэтов, Те, которых сегодня прозвучат, Мне был известен только Рильки. Остальных, которых буду петь, Я не знала вообще имённых. Благодаря вам, только узнала. Но вот за этот стих я схватилась Не из-за вас, а из-за Рильки. Просто меня этот поэт очень интересует, И я всюду ищу адекватные, как мне кажется, переводы. Ну, хотя я не могу сказать об адекватности В смысле соответствия оригиналу, Но просто вот какое-то внутреннее ощущение, Что вот это то. Вот много всяких я читала разных текстов, И далеко не всегда вот такое ощущение возникает. А вот в этом случае оно возникло просто сходу. Вот это совершенно чудесный текст. Это стихотворение называется «Благовещение». Да, тут у нас ещё и видеоряд. Ты, Господь, не ближе нас Он ото всех далек Но лишь Тебя в чудесный час Благословляет Бог Ведь так ни у одной из жен Не светятся персты Я день, я благой напоел Но древо только ты Я утомлен, путь долг мой Прости я не сказал Что тот, кто в ризе золотой Как солнце восседал От золы Тебе мечтающий Виденье с высоты Смотри, я возвещающий Бодрела только ты Развернуты мои крыла Над кровлею жилья Так одиноко не было Ты никогда не тя Чуть виден в комнате твоей Мои слова просты Я луновенье меж ветвей Но древо только ты Все ангелы волнений Летят по небесам Великое смертенье И рекомене там Быть может скорбь Среди злой Ты в судьбу твою войдет Для этого созрела ты И ты несешь свыто Ты вход великий и святой Твой день определен Мой голос, будто шум лесной В тебе исчез огончик твой Тысяча первый сон Бог ждет Он ослепителен Бодрела только ты Бог ждет Он ослепителен Но древо только ты Аплодисменты Совпали Мне очень жаль, Евгений Владимирович, что вы так мало попереводили рильки. Это стихотворение Евгений Владимирович перевел, когда ему было 20 лет. Вы представляете, какой совершенный текст он написан 20-летним человеком. Я хочу все-таки, Евгений Владимирович, чтобы вы немножко объяснили, откуда вы их берете. Потому что, Евгений Владимирович, вы можете сами скажете, сколько вы языков знаете. Сейчас. Алло, слышно меня? Вообще, должен сказать, что я себя чувствую... Ну что такое свадебный генерал, вы знаете. А я себя чувствую среди этого парада поэтов чем-то вроде свадебного лейтенанта. Вот. Примерно так. Для краткости. Вообще, честно говоря, вам скажу, дело не в языках, а в поэзии. Глубоко убежден, что между переводами и стихами разницы очень мало. Но отличаются они для меня внутренне. Примерно как от... Если переводить, так сказать, на спортивные деньги, как пятиборье от десятиборье. То есть, тот, кто играет в десятиборье, он должен просто больше уметь. И там уже дальше никакой разницы нет. И тот, и другой может быть чемпионом. Но тот, кто занимается пятиборьем, это, например, поэт. Он просто не умеет переводить. На самом деле, может, и он не учился. Потому что понятие перевода там знаменитого сподстрочника – это отдельный разговор давно уже забытых жанров. Давно уже все переводят. С оригинала уж хотя бы, потому что за переводы ничего не платят, так же, как и за стихи. А вот. Теперь перевод, как и поэзия, это для себя делается. Что называется, за концерт больше заплатят, чем за публикацию. Печатаю все в журнале «Знамя», предположим. Не спрашивайте, сколько мне платят. Журнал дают, и то спасибо. В иных израильствах и того не допросишься. Прямым текстом говорят. У нас нет традиции. Я могу сказать, когда это было, но сейчас не об этом речи. Вообще, на самом деле, разница небольшая. Поэт, который… Ну, не поэт, вообще переводить не может. Он просто может много писать. Но даже вот Гаспаров, который говорил, что у него нет кем-то для стихов, поэтому он стихов не пишет. Когда он вымер, оказалось, что у него стихи-то есть. И стихи замечательные. Но это отдельные, опять-таки, в сторону разговора. А если человек поэт и хочет переводить, он переводить будет. Дальше надо найти своих поэтов. Для того, чтобы своего поэта найти, надо просто читать стихи насквозь. Вот берешь книгу на языке, который знаешь лучше, хуже, не так важно, привыкаешь. Покуда читаешь на языке, который знаешь среднее, прочтешь 200 страниц, начинаешь понимать. Привыкаешь. Тем более, что сейчас интернет позволяет мгновенно почти узнавать недостающие слова, и все упростилось. И поэтому я, наверное, об языках говорить не буду, потому что я знаю действительно право языков, но их все знают плохо. Я на них на всех читаю, а не говорю. То есть говорить, конечно, могу, но с трудом, потому что я их учил не для этого. У меня словарный запас на языках, которые не все знают по названию, огромный. Но я не все из них слышал, потому что, скажем, то, что я увлекся лет 10 назад, даже немножко больше, шотландским национальным английским языком, привело к тому, что я вынужден был перед компьютером просидеть полтора года, разбираясь в том, что это за язык. Это кельтский язык, который не имеет отношения ни к романской, ни к германской, ни к славянской, ни к какой группе. Их шесть этих самых языков, но на нем оказалась замечательная поэзия. Настолько замечательная, что в прошлом году я выпустил и в антологию, здоровенную антологию, 10 лет деланную. Так, вы знаете, я ни минуты не жалею из этих 10 лет потраченных на эту книгу, потому что она дала больше, чем свои собственные стихи. Когда переводишь, то больше получаешь. Когда пишешь стихи, больше отдаешь. Кроме того, есть у этих двух занятий одна общая черта. Когда садишься писать или садишься переводить, где-то внутри видишь конечный результат. Вдохновение тут примерно одно. Захотелось писать – смотришь в душу к себе. Захотелось перевести – смотришь тоже в душу, но еще и в оригинал. Вот, и я думаю, что больше мне не надо ничего объяснять, потому что для меня, что писать стихи, что переводить стихи, что собирать стихи, что, кстати, писать прозволь. У меня сейчас выходит пятый роман, шестой написан. Все какое-то одно занятие. По профессии я вообще редактор издательский. Вот так вот в последние 50 лет я ничего больше не делала. И я жизнью доволен. Спасибо, Евгений Владимирович. Спасибо вам большое. Мы тоже очень довольны вашей жизнью, Евгений Владимирович. Спасибо вам большущий. Вот тут уже Сережа высветил, видите, 7 столетий поэзии. Причем вот поэты, даже которые сегодня будут звучать разного времени, начиная с 16 века. Это же, наверное, совсем, это какой-то вот уже устаревший, может быть, язык, язык, которого уже нет в употреблении, наверное, да? Но Евгений Владимирович переводит вот на наш язык, и понятно, что и в те времена, и в наши времена человеческая суть, человеческая душа жила одними сходными, в общем, чувствами, ощущениями, да? Прогрессового искусства нет. Так. Хорошо это? Человек-то тот же самый остается. Вот да, вот на самом деле, да, совершенствуются все эти гаджетки, а вот человек не так уж быстро совершенствуется, и совершенствуется ли вообще не факт, что очень жаль на самом деле. Вот сейчас прозвучат два стихотворения, как я понимаю, любимого Евгений Владимировича поэта, австрийского поэта Теодора Крамера. Я песню пою, ибо люди поют под шуршащим осенним дождем. Стелите салону и прячьтесь в уют под шуршащим осенним дождем. Ничто так не горько, не грустно для слуха, как шорох травы, раздающийся глухо под шуршащим осенним дождем. Сидит у камина, хозяин в углу под шуршащим осенним дождем. Тепло в духоте и во мраке ему под шуршащим осенним дождем. Он запахом льва перед прявшим дождем, как яблоки падают на землю, он слышит. Под шуршащим осенним дождем. Под шуршащим осенним дождем. Паденщик, одетый в худой трепее, под шуршащим осенним дождем. Проспит бесполезное время своё Под шуршащим осенним дождём. Подмытой водой, словно стебель ничтожный, Глядит в никуда указатель дорожный Под шуршащим осенним дождём. Смывается лыка, обрада гниёт Под шуршащим осенним дождём. Скребутся двору и псы у ворот Под шуршащим осенним дождём. Вода не уходит с разбухшего луга, По новой бурлят и колокочет округа Под шуршащим осенним дождём. Под шуршащим осенним дождём. Под шуршащим осенним дождём. Под шуршащим осенним дождём. Под дождём. Прежде чем прозвучит еще одно стихотворение Теодора Крамера в переводе Евгения Владимировича, мы попросили сына Евгения Владимировича прочитать его на вот этом самом языке оригинала. Как бы сказал Евгений Владимирович, это не немецкий язык, это австрийский, да? Он немецкий, но просто поэта австрийский, а это колорит дает все, что он не может. Владимир, прошу вас. Возможно, все равно. Можно. Случите или микрофон все-таки? Если я как-то лучше, я сегодня дивилекцию уже прочитал, поэтому голос не совсем. Сейчас слышно так? Сейчас сделаем. Хорошо. Поближе? Поближе, да, надо? Вот так? Лекции по Библии. Сектория называется Зеленый дом. Да, сюда пришлось 4 часа ехать, это под Москву. Завтра еще 12. Поближе. 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 И ты приди, кто в чуждой стороне, Так дорог нынче оказался мне. Придите, мне без вас не суждено Разлить по кружкам терпкое вино. Придите, мне без вас не суждено Разлить по кружкам терпкое вино. Светите же, когда придет весна, Акация, каштан и бузина. Ломитесь ветками ко мне в окно И осыпайтесь в терпкое вино. Ломитесь ветками ко мне в окно И осыпайтесь в терпкое вино. Так соберитесь же в моем дому Все те, кто дорог сердцу моему. Мы будем петь, о чем не все равно, В дому, где ждет нас терпкое вино. Мы будем петь, о чем не все равно, В дому, где ждет нас терпкое вино. Когда вернусь я в мой зеленый дом, Что ждет меня с терпеньем и стыдом, Я там на стол собрать хочу давно Орехи, хлеб и терпкое вино. Я там на стол собрать хочу давно Орехи, хлеб и терпкое вино. Орехи, хлеб и терпкое вино. Это то, что примерно ровесники Нашего Серебряного века оба они. Мартинус Нейхов воевал, как и, кстати, Этодор Крамер в Первую мировую войну. Воевал и получил тяжелое очень ранение. А Нейхов в обе войны воевал. И вот эта тема, видимо, очень его волновала. Служение Отечеству и вообще вот... Что такое война? Где пышен сад и плодороден долг, Где ветром с днем на пласком каждый звак? Стоит мой дом, откуда я ушел И где сегодня поселился враг? Стоит мой дом, откуда я ушел Стоит мой дом, откуда я ушел Стоит мой дом, откуда я ушел И где сегодня поселился враг? Дом огневою точкой стал и сад Давно я знаю, вырублен врагом Если правда то, что говорят Разбито поле минное кругом Если правда то, что говорят Если правда то, что говорят Если правда то, что говорят Разбито поле минное кругом Так говорят, но не смирен с судьбой Я верить в дом родной не устаю Мне нынче ночью, сообщил прибой Что скоро шторм спасёт страну мою Мне нынче ночью, сообщил прибой Что скоро шторм спасёт страну мою Следующего автора Как раз зовут Теодор Штурм. И песня снова-снова вот о разлуке с родным домом. Это поэт XIX века, ровесник примерно нашей этой компании. Майков, Полонский, Фед Григорьев вот этого времени. Теодор Штурм, немецкий поэт. Ты помнишь ли, как позднее весной Сгущались над землей ночные тени? Мы из окна с тобой смотрели в сон, Что полон был жасмимые сирени. Сверкали звезды в тот далекий час, И молодость не покидала нас. Сверкали звезды в тот далекий час, И молодость не покидала нас. Спокойным ветрями шум дождя Летел шурша от берегов залива, И мы с тобой сквозь листерный шатер На мир ночной взирали муча лива. Опять вокруг цветы цветут весной, Но далеко остался дом родной. И вот опять в томительной ночи К мечтам родным душа моя влекома, Кто выстроил свой дом в родном краю, Тому не должно жить вдали от дома. Но не ропщу, судьба моя легка, Пока в руке моей твоя рука. Но не ропщу, судьба моя легка, Пока в руке моей твоя рука. Ну вот, а дальше, вот дальше будет как раз поэт 16 века. Англо-шотландский поэт Сэр Роберт Эйтон, вот так вот, рыцарь, Придворный поэт. Портрет нашла, я не видел никогда. Вот, видите, в недрах, в просторах интернета Чего только не найдешь. Сэр Роберт Эйтон, вот какой это язык? Английский, шотландский? Это как раз английский. Английский? Старо-английский. Это вполне ельдореттенский поэт, Чуть-чуть поздний ельдореттенский. Но дело в том, что это знаменитая строка, Олайн Сайн, были минувшие годы, Были времена, кто как переводит. Этих стихотворений больше десятка известны с этим диквентом. Но самым знаменитым стал Гернсом. Но раннее, первое, с него начинается... Это на 200 лет раньше Бернс. Вот, а вот Бернс после. Ну, есть и до, и после, но там уже не о чем говорить. А вот эти вот, ну, весь стык у меня напечатан. Ну, это, конечно, Бернс говорит сегодня. Где память у наших давних встреч, Где нынче день былой, Не удалось любовь сберечь, Огонь покрыт золой. В груди, мне кажется, подчас У вас осколок льда. Совсем не важно ли для вас Минувшие года. И ваши клятвы прежних лет Уже ли таковы, Что им цены малейшей нет? Что их забыли вы? Коль скоро вера, звук пустой, То можно без труда Попрать божественной питой Минувшие годы. Жар в ваше сердце или вклад Послал любви пожарок, Мне молвит ваш смущенный взгляд, Мольбы не идут впрок, Иван другой сегодня мил, Горько сия страдал, Собою он для вас затомил Минувшие года. Не младствуем, оцепенев, Мы медлим в тишине, На волю отпустите гнев, Откройте правду мне, Позвольте прозвучать слова, Не может быть тогда Придут ко мне вернуться к вам Минувшие года. Мы оба луны, чего не ждем, Печален этот час, А что до слез, а не дождем, Вот-вот пойдут из глаз, Но забывать бесплодный труд Никому-то никуда. Навеки в памяти живут Минувшие года. Навеки в памяти живут, Навеки в памяти живут Минувшие года. А вот про следующего поэта Нам чего-то ничего не удалось найти. Дункан Блэк Блэр, Гельский поэт Канады. Вот так только и время, тоже примерно 19 век. Дело в том, что В 19 веке Держи, держи. Но Шотландия вышла из положения, Потому что если... Работает? Дело в том, что это необычный случай, О нем может быть стоит два слова сказать, А Лариса тем временем отдохнет. Дело в том, что шотландская поэзия Пережила расцвет во времена 18 века, во время так называемого Восстания Бонни Чарли. Но это все знают. Все Вальтер Скотта читали, Все Стивенсона читали. А вот к 19 веку, короче говоря, Англичане просто запретили Говорить на гельском языке. И уж, конечно, ничего нельзя было Не печатать, ничего. Где-то, в общем, к 1810-20 году Ее придушили. Гельский язык, хотя на нем продолжала говорить, На гибридах вообще никогда на другом языке Не говорили и сейчас на нем не говорят. Там английский, как у нас английский. Но я не об этом. Шотландия нашла выход из положения. Самое короткое расстояние От Европы до Америки Это расстояние между Шотландией и островом Новая Шотландия, Который находится у берега Канады. И на тогдашних посудинах Семьи грузились, Продавая все, что у них было в Шотландии, Семьи грузились на Эти посудины, Отбывали со всеми детьми И овцами, И со всем, что могли увезти, На этот остров. И в какой-то момент В Канаде Третьим государственным языком Чуть не стал гельский. То есть, судите сами, Если в Канаде нет Ни английской, ни французской литературы В 19 веке поэзии, по крайней мере, А гельская есть. К счастью, у них еще и дик где есть. Поэтому они эти свои газеты, Которые я из интернета вытаскивал ПДФ-ами чудовищными размерами, Они сберегли их. И большая часть хороших поэтов, Которые туда уезжали, И там были, Причем это в основном были Священслужители, Они собраны и изданы. Фотографии от них, естественно, Не оставалось. Донкан Блэкблэр, Священник кальвеневский, Уехал в Америку в 1848 году И пробыл там порядочно, Потом он вернулся. Почему это точно известно? Потому что есть его стихотворение Олопа, длинное, Причем об Ниагарском водопаде. Он первым прошел по мосту, Одним из первых был, Кто-то прошел по мосту над Ниагарой. Но это стихотворение Суть всему верховья речки Барни. Да. Речка Барни просто на острове Новая Шотландия. Известна она тем, Что на ней жил, Была усадьба самого первого По сей день лучшего гельского поэта Шотландии Барда Маклина. Но это отдельный И очень длинный разговор. Дело в том, что гелы Стихов не пишут. Они их разве что теперь стали писать. Они их только поют. Вообще, гельский язык, По риквике вы, наверное, заметили, Варья, Аллафья, Аллафья. Он предрасполагает пение. Причем тамошние сказители Они знают вдвое больше, Чем наши монастчи В Средней Азии. То есть, если человек знает Свои там 300 тысяч срок, Он ничего не знает. Мало. Он должен знать 600 тысяч. И там, поскольку страна-то маленькая, Но это я Шотландию возвращаюсь, Если идет, что называется, Сказитель такой, Он может прийти в Хорчевню, И известно, что он будет читать. Ну, за это его похором Это дадут переночевать. Такая традиция. Что называется, он еще и голос у него хороший. Все как надо. Тем более, что к утру Все уже примут Шотландского национального напитка. Ведь из гельского языка Несколько слов в мировой язык Пришло, в частности, слово виски. По на гельском виски. Так что то же самое. Кстати, оттуда пришло почему-то слово пони. Вот. И если он будет читать, И, предположим, на четвертом часу Он устанет и пропустит одно слово, Вся Хорчевня Хором его поправит. Они все знают столько же. Нет, но они просто знают со слуха. Они, может быть, и сами не могут прочесть. Но они так на слух и помнят, Что он здесь пропустил слово И давай не ошибайся. Дальше выпил за его здоровье, Он дальше будет читать. Но это все к чему. Были люди в наше время. Так они и сейчас такие же. Да? Судите сами. Столица гибридских островов, Город Сторнвей, На сегодняшний день известна всему миру. Пустячком. Там родилась уроженка местная, Мама президента Трампа. Он по матери гэл. По отцу немец. Интересно. Знает столько строк. Хоть 300 знает. Я думаю, что вообще ни одного языка, Крым английского не знает. Это в Америке, так сказать, хорошим тоном считается. Вообще, английский язык темы неудобен. Ванглофоны обычно знают, разве что испанские, Да и то, если они живут в Калифорнии. Нет, ну, я не хочу далеко уходить от темы. Дело в том, что от поэтов, которые попадали в Новую Шотландию, Больше осталось. Потому что там были издания, которых не было в Шотландии. Портретов нет, приходится речку Варнию показывать. Но на самом деле то, что в Ирландии, скажем, 200 лет не было поэзии на ирландском языке, Она только теперь появилась. Хотя она в 17 веке была, и я его перевожу, Потому что я сейчас уже и по-орландски считаю. Хотя это довольно далеко от другого. Но, в общем, в 19 веке Лондон не сумел уморить гальскую поэзию, Сколько не старался. Так что вот вам история священнослужителя, Который заехал с пастерским визитом на остров, Где росли вековые дубы и лиственницы. А дальше вы все узнаете без меня. Спасибо, Донтан Блазбар. Итак, Донтан Блэк Блэр. Раз, два, три, все слышно, да? Над речкой Барни край, Где солнце нежно греет, Здесь земляничный рай, И здесь орехи зреют, Здесь белки мчатся в роз, По веткам чаще дикой, И величавый лось Стоит лесным владыкой, Над родниками тишь, Листва цветы хвоя Повсюду в мире лишь, Присутствие покоя И на рассвете мы, И лозиску весну, Идем через хорьмы, Вдоль берега речной. Зимой здесь лютый хлад, И бури здесь нередки, Стволы дерев скрипят, И трескаются ветки В сосульке и снега, Да, мали крыша диты, Но мы близ очага И сыты, и согреты, Но мы близ очага И сыты, и согреты. И близок час, когда Захочет жить округа, Отхлынут холода, С весной запахнет с юга, Запрещут небеса, Светлее ночи зорни, Зашелестят леса, Верховьев речки барни. Унов летний день пришел, Рассыпал маргаритки, И снова лес и долл, Восторге и избытке Озера синих гор, Край доли поселенской, Пленительный простор, Земли новошатланской. Озера синих гор, Край доли поселенской, Пленительный простор, Земли новошатлан. Субтитры создавал DimaTorzok Так, а вот теперь вот Испанский мотив такой в стихе, Хотя поэт опять нидерландский, Да, и Архарт Юханес под китер, Но стихотворение про Матильду Ну, такое, вполне себе жарко испанское. Голосы лютни тихо-струнной Прозвучал Матильде юной Сквозь вечернее окно. Незакрыты были ставни, Схвынул в ад жары недавней, Так прохладно, так темно. Ветерок скользил над нею, Гладил волосы и шею, Гладил плечи осмелев, И струились из прохлады Сморкозвучные рулады И пленительный мяпев. Под окном из лунной пущи Вышел юноша, боющий Посреди ночных теней. Дерзо сна, представши взору, В дом за шелковую штору, Пожелал проникнуть к ней. Все же деве было ясно, Что впускать небезопасно. По ночам певцов к себе Сердце тает, словно свечка, Береги свое сердечко, Не ответствуй их молебен. Но стоял у певец влюбленный На лужайке на зеленой, Салютней звонкой на весу. Он не пел, втонись поближе, Не шептал, впусти, впусти же, Нет, он пел ее красу. Пел певец, какие брови, Как сердцу во мнении крови, Если на устах взгляну Каждый взгляд ее недаром, Полон сладостным нектаром. Как нам подбежать к окну? Пусть доказано бесспорно, Что весьма любовь злотворна Преисполнена тщеты, Но как сладостно, как славно Слышать, что на свете равной Не найдется красоты. Я в окно, она взглянула, И мигнула, и кивнула, И смущения полна. Опуская взоры долу, Напевая бархаролой, Закружилась у окна. Но певец, упрямый сорок, Видел межоконных створок, Показала щель как раз. Хрустнул куст, Расцветший пышно, Кто в окно скользнул, Не слышно. Неизвестно, Свет погас. Газ. А под окном, под окном Сидел Пушкин и подглядывал. И вот его реплика. Счастливец, молвил я с тоскою, Тебя веселье ждет одно, Когда же вечернюю порою, Когда же вечернюю порою, И мне откроется окно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пушкин с нами всегда Обнявши своих подруг и друзей и слегка раскачиваясь, потому что в другой руке у нас большая кружка с чем-то прохладительным или горячительным Он же фриз, а это самая холодная часть головы Значит, это горячительный именно, да Но нам-то сегодня Значит, поем Юные имфы, любимицы, нек, сладостней всех, миловидней и краше Что же ваши песни умолкли навек? Может быть, радости кончились наши? Скучающим людям, эх, собиралось ли в мире хоть раз? Общество славное, столь как у нас Музыка, пение, пляс Музыка, пение, пляс Старости Встанем же встанем вверх Встанем же вверх в круг Встанем же, встанем вверх в круг Слава земному житию Слава земному житию Слава земному житию Слава Евгению Владимировичу Литцовскому Который у нас познакомился с таким вот замечательным Собранием, с компанией поэтов разных времен и пространств Спасибо вам огромное, Евгений Владимирович Спасибо вам, потому что я сегодня заметил, что я половину не помню Ну вот мы вам же одно и напомнили Ну вот, друзья мои, перед тем, как разойтись на перерыв